7 июля в мою квартиру вошли несколько человек в форме. Они открыли дверь сами, я им не открывала, дверь просто открылась снаружи. И дальше следующие 6-7 часов я провела вот на этом пуфике, пока в нашей с моим молодым человеком Иваном Сафроновым, которого сейчас обвиняют в госизмене, пока в нашей квартире проходил обыск. Он был в классическом костюме и в галстыке, и съемке задержания, которую тут же распространили сотрудники ФСБ. Следовало, что у Ивана Сафронова были с собой маска, перчатки и сигареты Кент. Вот я вытащила этот пуфик, села на него и попросила пришедших оставаться где-то в зоне моей видимости, чтобы они не смогли мне ничего подкинуть. Они в ответ только посмеялись, но тем не менее, мне кажется, что предупрежден, значит вооружен. И они, по крайней мере, знали, что я знаю о моих правах, и я знаю, что они должны все находиться в одном помещении. Получилось, что 15-го числа в 6 утра раздался звонок в дверь. Я его не слышала, спала. Меня старший сын разбудил, сказал, мама, там какие-то люди за дверью. Состоялся суд над Павлом Зеленским, оператором фонда по борьбе с коррупцией, который был задержан за давние еще, осенние твиты. Смотрела в глазок, увидела там действительно толпа, человек 10, вся лестничная площадка, значит, забита. Несколько человек в этих шлемах, жилетах. Вот это вот все такое. Ну, Олег, координатор штаба Навального в Москве, уже несколько лет. Именно поэтому мы не доходим до акции протеста ни одной уже вот все это время. Его еще на подступах задерживают, арестовывают. Привет, это Олег Степанов. И если вы смотрите это видео, это означает, что я уже превентивно арестован. И было принято решение, что он за несколько дней до акции уедет из этой квартиры. Потому что к нам уже несколько раз приходил участковый, у нас уже встала наружка около подъезда. Ну, то есть было очевидно, что вот на низком старте там ребята. Олега задержали, в этот же день был в суд, он уехал на пять суток в спецприемник. Но за день до, собственно, привезли его на обыск к нам из спецприемника. Обыск начинается от дверей. Дальше в каждую комнату часовой стрелки заходят. Там начинают выворачивать все шкафчики, смотрят, что там происходит. И вместе с группой следственной заходят также понятые. Обычно, по идее, вам должны разъяснить, что это за понятые, где их взяли. Я знаю примерно наших соседей и жильцов дома. Я понимала, что мои понятые – это не мои соседи. Я, ну, уже на адреналине с какой-то иронией, сарказмом спросила его, что откуда вы. Он мне буркнул, мимо проходили. Я спросила его, опять же, на этом взрыве адреналина, что мимо Лубянки. Ну, вот так мы перекинули с ним парой колких фраз, и на этом как бы все закончилось. Мне никто дальше так и не объяснил, что это за люди, откуда они взялись. Есть лайфхак. Если вы в начале обыска спрашиваете, что ищут, и сразу вы даете что-то желаемое, дальше обыск проходит быстро, и, ну, они уже не ищут. Потому что, в принципе, большинство следователей абсолютно не очень идейные люди. Они не заинтересованы в том, чтобы реально что-то найти, особенно, ну, как бы, если это люди опытные и понимают, что они ничего тут и не найдут. Младшей дочке 4,5, старшему 16 и средней 13. Ну, были в своих комнатах, то есть они не высовывались, включили свои компьютеры, дали все осмотреть, и потом оставались в своих комнатах. Ну, они понимали, что происходит. Младшая спала, когда проснулась, я ей сказала, она вообще боится посторонних, не любит, когда кто-то такой незнакомый может начать там и плакать, и за меня прятаться. Ну, она была как бы сонная, и я ей дала планшет с мультиками, она сидела, смотрела, пока они вот заканчивали все эти свои действия. Ну, и потом подошло время в нашу комнату идти, а там спит ребенок, то есть темно, свет нельзя включать. Они в темноте, с фонариками на телефоне. В шкафу, я покажу в коридоре, нашли три газеты «Я, мы, Иван Глунов». И, значит, один оперативник сразу сник, очень печальный, а вот одному захотел, он говорит, «Да что, вы знаете вообще про Глунова что-нибудь? Да он наркоман! Я так жалею, что я не могу ничем помочь вот бедным моим коллегам, которых сейчас за это судят». Я говорю, а что ж такое-то, а что, российский суд, он не разберется, справедливость не восторжествует? И вот тут он крайне опечалился, перестал участвовать в обыске, перестал со мной препираться, ушел в коридор играть в шарики на телефоне. А смешно, знаете, что было? Когда они стали рассказывать про специалиста, который у них занимается вот этим вот проверкой этих компьютеров и флешек, и жестких дисков. И они между собой обсуждали, но и мне параллельно рассказывали, что у них там сидит какой-то дед, которому 7-6 лет, с бородой, с очками, вот с такими. И говорят, вы лучше нам все пароли скажите, потому что, если что, он, говорит, не будет. Он все это разломает, и они сами ржут, как бы рассказывают в прикол. Но я понимаю, что они же не придумали этого деда. Это же реально сидит человек, получает зарплату, который отстал технически уже очень сильно от современных всех технологий, и, в общем, я им сказала все пароли. Я говорю, нет, лучше я вам скажу, потому что, ну, вдруг вы мне все-таки вернете компьютер хотя бы, ну, я буду рада. Там были какие-то блокнотики времен школы, института, какие-то записочки такие. Я говорю, ну, давайте все листать. Следователь такой, типа, все, мне это не нужно, ничего не изымаем. Оперативник попробовал с ним поспорить на тему того, что как не изымаем-то, мы же за этим-то и пришли. И он ему буквально в лицо так тычет и говорит, вот это, думаешь, нам нужно, вот за этим мы пришли. И вот среди бумажек у нас три таких открытки. Любовь Соболь, там еще на обороте текст. И они увидели, о, а можно я себе возьму? Ну, можно. Ну, как бы сложно, да, отказать, сказать, нет, нельзя. То есть, и они ее взяли, и в своем протоколе они же должны все описать. То есть они прям все подробненько описывают. И потом я этот протокол подписывала. Я когда читала, там написано фотокарточка, любовь Соболь, и переписан полностью этот текст. А тут как раз текст очень хороший. Я дарила Ване один из праздников марки. Это набор марок. Я их просто нашла в каком-то дешевом антикварном магазинчике. Это марки 61-го года. Года они выпущены к полету у Гагарина в космос. Вот, очень красивые. Их, конечно, все просмотрели внутри, чтобы там ничего не было. Но при этом это вот был, наверное, первый момент, когда ФСБшники вообще показали, что они... Что-то в них тоже есть такое человеческое. Они как-то им, в общем, очень понравился этот набор. Они спрашивали, что, откуда это, а что правда они антикварные, а дорого ли стоили. Очень удивлялись, когда я сказала, что там, нет, они совсем недорогие. Никак не могли поверить в это. Вот. Это... Вот. Авокадиков, к счастью, не трогали. Ничто не приводит в состояние такой незамутненной ярости, как уборка вот всего этого бедлама после обыска. То есть к тебе приходят 10 мужиков, абсолютно посторонних, ходят в обуви грязные по твоему дому, трогают грязными руками своими, там, твои вещи. Мне Олег так печально говорит, ну, может быть... Может быть, перчатки там они наденут или еще что-то. Я говорю, да какие перчатки? Мне тут всю квартиру надо санитайзером заливать после этого Мамая, который прошелся.